Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодняшний разговор мы посвятим оружию его покупке, продлению разрешения и другим темам. Сегодня у нас в гостях старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области Дмитрий Громада. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с простого вопроса. Как разрешение на гражданское оружие оформить и как вообще лучше купить сначала оружие, потом оформлять разрешение или наоборот? Вот смотрите, для того, чтобы приобрести оружие, у нас по закону, скажем так, двойственный порядок разрешительный действует. Во-первых, чтобы приобрести оружие, нужно оформить лицензию на приобретение оружия. То есть без этого за разрешением даже смысла приходить нет. Для этого гражданин, который решил стать владельцем оружия, обращается в территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту своей регистрации. Не по месту именно жительства, где он проживает временно, а именно по месту регистрации обращается, пишет заявление. К заявлению, соответственно, он должен приложить медицинское заключение об отсутствии оснований к владению оружием, это форма 002, так называемая, и медицинское заключение об отсутствии в организме психотропных и наркотических веществ, это форма 003. Также он предоставляет свидетельство о прохождении обучения по программе безопасного обращения с оружием, так называемой. И, соответственно, копию протокола о сдаче экзаменов к итогам обучения данной программе. И две фотографии, 4х3, для дела. Соответственно, если тут дальше идет уже разделение, то есть если человек хочет заниматься охотой, то есть он еще дополнительно прикладывает копию охотничьего билета. Если, соответственно, он берет для цели самообороны, тогда, значит, копию охотничьего билета уже не надо прикладывать. Достаточно вот того комплекта документов. Подразделения лицензионной работы рассматривают указанное заявление. Если нет оснований никаких препятствующих выдаче лицензии, лицензия выдается. На основании этой лицензии она действует 6 месяцев. Срок действия человека имеет право приобрести в любом магазине, торгующем оружием, оружие, которое, соответственно, он хотел приобрести. После приобретения оружия владельцу дается двухнедельный срок для подачи документов уже на получение разрешения на право хранения и ношения. Соответственно, после подачи, опять же, подразделения лицензионной работы рассматривают заявление оснований, если нет препятствующих выдачи, выдается разрешение. Вот теперь он уже у нас является полноправным владельцем, то есть имеет право как хранить, так и носить оружие. Но тут есть небольшое исключение, потому что у нас есть такой вид оружия, который предназначен гладкоствольное, длинноствольное для целей самообороны. Вот такое оружие, на него выдается отдельное разрешение, оно без права ношения. Соответственно, хранит владельцем это оружие дома по месту регистрации или по месту жительства, но не имеет права его носить, соответственно, заниматься охотой, потому что он приобрел его чисто для целей самообороны. С оформлением разрешения понятно. Как это разрешение продлить? Разрешение выдается сроком на 5 лет. По истечении этого срока владелец, опять же, собирает заново все вот эти медицинские справки, проходит заново опять обучение, вот это вот, сдает экзамен по итогам обучения и обращается опять в подразделение лицензионной работы по месту регистрации своей, с заявлением о продлении. Важный момент тут, вот я обращаю внимание всех владельцев оружия, заявление нужно подать не позже, чем за месяц до истечения срока действия указанного разрешения. Потому что, если срок этот будет нарушен, у нас предусмотрена за это административная ответственность по статье 20.11 КОАП РФ. Давайте поговорим с основными нарушениями, которые допускают люди при оформлении лицензии, при оформлении разрешений. Как их избежать? Вот именно при оформлении, возможно, нарушений практически нет никаких. То есть, человек собирает все необходимое комплект документов, да, то есть, если нет, то ему просто отказывается выдача. Нарушение у нас случается именно уже после того, как он получает разрешение и начинает хранить оружие. То есть, во-первых, как я уже сказал, много случаев у нас нарушение сроков именно подачи документов на продление разрешения. То есть, это должно быть за месяц. Так как оно действует на 5 лет, люди со временем, возможно, начинают забывать, когда у них заканчивается. Вспоминают уже в последний момент. Соответственно, привлекаются к административной ответственности за нарушение сроков. Также у нас бывают случаи нарушения сроков постановки оружия на учет. Вот, как я бы сказал, дается двухнедельный срок. Не всегда люди успевают подать, не знаю уж по каким причинам. Ну, может быть, тоже забыли. Также у нас предусмотрена ответственность. Есть у нас тоже двухнедельный срок не только на регистрацию оружия после его приобретения, но также и если владелец у нас меняет место жительства, так называемую прописку, ему дается также двухнедельный срок на постановку в территориальном подразделении ЛРР по новому месту прописки. То есть, если он обращается уже после этого, соответственно, тоже привлекается к административной ответственности. Еще особняком стоят у нас, их меньше, случаи нарушения именно правил и условий хранения оружия, то есть, которые выявляются в ходе проверок по месту жительства, либо мы проводим оперативно-профилактические мероприятия различные, не только на дому, но вот яркий тому пример. На открытии охоты проводим, профилактические мероприятия уже в охотничьих угодьях, тоже смотрим на условия именно хранения оружия. То есть, частенько охотники тоже нарушают, либо оставляют оружие без присмотра, либо передают его своим друзьям пострелять, то есть, это тоже у нас все запрещено. За это привлекаются к административной ответственности как и владелец оружия, так и, например, лицо, которому он передал свое ружье пострелять. С гражданским оружием понятно, но коснулись темы пневматического оружия. Как быть здесь? Какие документы, какие разрешения? У нас пневматическое оружие подлежит регистрации подразделениях нарушительной работы только с дульной энергией свыше 7,5 джоулей. То есть, такое оружие имеет право продавать, соответственно, лицензируемые магазины, у которых есть соответствующие лицензии. И они подлежат, надо на них также распространяться разрешительный порядок. Если пневматическое у нас оружие менее 7,5 джоулей, то у нас разрешено его свободная продажа. Соответственно, лицу, достигшему 18-летнего возраста, может он себе приобрести такое оружие в обычном магазине, если оно им торгует. А также сейчас в магазинах можно увидеть арбалеты, луки. Как с ними обстоит дело? Это вот у нас является новшеством нашего законодательства. С этого года у нас в закон об оружии ввели понятие охотничьего метательного оружия, к которому относятся в том числе луки и арбалеты. Теперь они подлежат продажам в лицензируемом магазине. Приобретать их владелец может на основании охотничьего билета. Лицензии никакой не нужно. И для его хранения тоже разрешительный порядок не предусмотрен. Владелец обращается после приобретения луков либо арбалетов в подразделение лицензионно-решительной работы по месту регистрации для последующей постановки вот этого оружия на учет. То есть мы заносим его в базу, чтобы знали, у этого владелец имеется такое-то оружие. Также есть и коллекционное оружие. Что с ним? Такого понятия коллекционного оружия как такового нет. То есть просто оно отличается от обычного именно способом хранения. Оружие у нас одно и то же, но владелец может оформить себе лицензию на коллекционирование оружия. В этом случае он может приобретать себе большее количество оружия, чем предусмотрено ограничениями, которые введены законом. Это оружие будет числиться у него в коллекции. Соответственно, он не имеет права с ним осуществлять охоту, так называемую, использовать его для, скажем так, целей с обороны, именно умышленно. Например, оружие ограниченного поражения люди специально с собой берут, травматические пистолеты, ходят с ним по улице, например. Оружие, которое находится в коллекции, оно имеет право только транспортироваться, переноситься для произведения показательных выстрелов, либо выступлений. То есть может он в тире пострелять из него, может дома взять, почистить. То есть, пожалуйста, это не возбраняется. Может показывать его как коллекционер, соответственно, другим лицам тоже это не возбраняется показать. Но вот именно взять ружье, например, и пойти охотиться, если такой будет факт выявлен, лицо будет привлечено к административной ответственности. Одно дело взять ружье, пойти охотиться, другое дело, если человек гуляет по лесу и случайно или специально обнаруживает какое-то оружие. Что дело в таких случаях, если человек оружие нашел? У нас статьей 223 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное изготовление, хранение, дарение и переноску огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность. Но примечанием к этой статье, если лицо добровольно сдало это оружие, оно освобождается от ответственности. Если лицо находит какое-нибудь оружие, не обязательно, может быть, в лесу, может быть, нашел он от старого, от деда досталось, например, дом в деревне, на чердаке нашел какое-нибудь там ружье, берданку, скажем так. В данном случае человеку надлежит в максимально короткие сроки отнести это оружие в ближайший территориальный орган внутренних дел. Либо оповестить дежурную часть территориального органа о том, что находка, чтобы приехала дежурная служба и изъяла это оружие. Дополнительно у нас сейчас на территории Рязанской области действует государственная программа профилактики чрезвычайных происшествий и правонарушений, по которой за сдачу такого оружия предусмотрено материальное вознаграждение. Ну вот, например, за пистолеты, револьверы предусмотрено вознаграждение 5 тысяч рублей, за гладкоствольное ружье 3 тысячи рублей, за нарезное 7 тысяч рублей, за автоматы по 10 тысяч, даже там вот предусмотрено, если будет обнаружено где-нибудь переносной зенитно-ракетный комплекс, то 15 тысяч рублей, за боеприпасы по различным калибрамм по 20 рублей. То есть вот у нас в этом году уже сдано 16 единиц гладкоствольного оружия и более 2 тысяч боеприпасов. Коснулись темы умерших родственников, если, допустим, действительно было ружье у деда, а дедушка, к сожалению, скончался, и ружье осталось без владельца, что делалось в таком случае? Вот смотрите, тут надо разграничивать именно. Если нашли ружье, на котором нет никаких документов, то алгоритм действий, как я сказал, до этого. Если, скажем так, он был владельцем оружия, родственник, у него имеется на него разрешение, то в данном случае, опять же, это оружие подлежит сдаче в территориальный орган внутренних дел, в ближайший, либо по месту регистрации этого владельца, то есть где он был, кто ему выдал это разрешение, где в каком территориальном органе. Данное оружие будет храниться в комнате хранения территориального органа до момента вступления в наследство родственников и принятия ему решения по этому оружию. То есть тут есть несколько вариантов. Либо родственник, вступив в наследство, решает оставить это оружие себе, оформляет, соответственно, как я уже говорил, лицензию на приобретение. В данном случае с этой лицензией он обращается в подразделение лицензионной решительной работы по месту регистрации умершего родственника. Там, соответственно, если проверяет, опять же, если нет никаких оснований к приобретению оружия, в лицензии делается отметка о том, что это оружие приобретено данным человеком. После этого уже по месту своей регистрации он обращается с крышком от этой лицензии за получением разрешения на это оружие. И получив уже разрешение, данный владелец обращается в комнату хранения оружия, где хранится это оружие. С заявлением ему возвращается на основании этого разрешения. Если владелец не планирует оставлять у себя это оружие, но вступил в наследство, тогда, соответственно, он его перерегистрирует, на кого они решат. Опять же, алгоритм такой же, то есть, только он уже с будущим покупателем обращается в территориальные подразделения ЛРР, по месту регистрации умершего родственника, с заявлением о перерегистрации этого оружия на потенциального покупателя. Но тот потом, после получения крышка лицензии с отметкой, обращается уже в свое подразделение ЛРР за выдачей разрешения, и, соответственно, потом получает его в комнате хранения оружия, где оно хранится. Дмитрий, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова